всем привет я вернулся я вернулся на пути к ютюба можно сказать на пути как сказать всех людей которые любят снимать видео и стримы делать ну я так сказать вернулся это может быть долго может недолго потому что у меня еще будет некоторое время учебы стримы будет когда будут бы хорошо я не знаю когда и беда вот и беда но я короче хочу смотреть чтобы чем будем снимать модификации под названием свобода и счастья по просьбе некоторых какой некоторые человек автором просто написал мне в комментарии сета смотрит то можно увидеть про звездам некоторые это сказать дополнительные модификации как например звезд на сакурой 25 сентября я наверно буду делать это у нас 3 не хочу на маленьком будет как говорится все нужно будет сразу раз тремя проблема в том что звезд на сакурой ты нужно читать открыть самих это конечно нормально все правильно прикольно но это мучительно будет ну ладно давайте думаю можно и заканчивать разговор на пора начинать наше прохождение поехали я сидел перед монитором компьютера и с нарастающим издражением блюдо перепискам их одногруппников конференции с каждой новой строчке выползавшие на и мне из небытия на экран меня охватывайся больше отчаяния собеседники обсуждать артин обсуждают предстоящий поездку за город с ночевкой уже были назначены даты и место где будем разбивать лагерь к славе к славе и детали эти мои сокурсники и были заняты в чате и лишь молчаливо наблюдал за их общением не было желание не только стрелять переписку но и вообще ехать в этот раз питу тур поход парни и девчата хотели отпраздновать переход настоящего майского типа и близкое окончание третьего курса обучения в университете конечно считаю что эти выходные будет интереснее провести на лесной полянке у рычья веселой компании они на окончательной проверки полировкой курсовой работы и меня звали собой не даже не за а поставили перед фактом я тоже должен ехать коллектив в лице моего друга саши решил что мне не следует сначала дома вот только меня сцени не превещала их перспективу полдня тащиться пожарение естественно куда два дня там кормить комаров спать палатки вместо нормальной кровати а потом снова полдня трястись автобусе возвращаясь назад тем более я отлично знал что никаких приятных впечатлений эта поездка не подарит в любой компании на любой вечеринке всегда сидя где-то сторонке один угрюм наблюдая как и средств другие такие мероприятия составляли ли ощущение зря потерянного времени которое можно было провести куда более интересно например собрать пати из пяти и знакомства пойти рубить рейдова босса а между тем переписка в часе уже перестал фразами договорились так и сделаем вот и отлично значит завтра на утром надо ехать никто не рассорился и ничего нет ни на что я в тайне надеялся опять буду сидеть стране пока другие развлекаются точно так же как и обычно я перевез взгляд на телефон и начал собираться с мыслями нужно позвонить сажа и сказать что не поеду а он тебя такой нет ты поедешь бери свои монотки иди ко мне пока я дипломатизировал номер друга списке контактов набирая смелости нажать вызов аппарат не забыл зазвонил от неожиданности чуть не выравнил смартфон вдруг привет саня мы с ребятом судили последний талет завтра 9 утра не проспить при этом тут такое дело своим в общем я не поеду что я забыл в этом лесу да ладно тебе поехали пообщаемся девчонками природа костюм романтика можно познакомиться с кем-то из них поближе не кисни весело будет немного посопев трубку я продолжу безнадежно оборону понимаю что против сашинского опора мне все равно не выстоять не знаю не нравится мне это затея не люблю походы особенно когда много людей сажен по себе как-то брось там все свои путь не тут вы драгоценная социофобия не потревожит к тому же далеко в лес мы заходить не будем и совсем не на это не понравится за полчаса между автобусно-стопки сражу ешь не знаю на этом и аргумент закончится я чувствую безбольно скотины которые ведут на боню а мне даже нет сил сопротивляться этому а что мы там делать будем просто у вас природы как хиппи почувствую что я окончательно утрате воли в сопротивлению саша выстрелять можно природа прогреваться но главное шашлыки пожар с девчонками пообщаемся там ряда есть живописное озеро озеро можно искупаться я уже сказал вич а там чтобы купальники взяли сенья я что там я что там у тебя такое важное важное дома что может быть лучше субботний данж подземелья пицца заставкой надо и танки в дейс симуляторе суши месть палатки нет поехать уже завтра может хотя бы отложить поездку какие черту отложить мы уже давно все решили только что окончательность и детали вот если ты представляешь что люди подумают если мы из-за тебя отложим поездку я может нам молчал только не говоришь что у тебя нет денег на палатку я знаю что ты купишь на эту свою электру гитару она вроде не дешевая в отличие от палатки которая в ближайшие спортмаги можно взять по цене дух бургер из макдака утрирует конечно надеваться некуда не тоски разбил на экран компьютера где скринсейвер уже начал проигрывать арты тянут перемешку с пейзажем и азерота саня говорил куда его сколько подъехать вот и молодец вот и правильно за так 8 встречаемся около универа до избы приходить теплые вещи днем хоть и жара но поздно кота может быть холодно влезть видим как ника хорошо да чуть не забыл в походе с нами будет пара девочек со второго курса ты их скорее всего не знаешь наши ты вряд ли уже чем то удивишь а эти еще не в курсе какой-то у нас отшельник я и шанс замутиться но из них не упусти возможности только этого еще не хватало я понял понял и она мне кажется люди вокруг прекрасно знает какое ничтожество и откровенно этим потешается я вздохну посмотрим как пойдет на этом и саша распрощались взглянув на числе я отметил что времени до закрытия магазинов не так уж и много и отправилась покупать палатку будь она не ладно под напором говорили в лес семён кулаша не может как-то блять свой напор поставить вам я никогда не был большим любителем где-то во первых жару я принц плохо переношу во вторых летом стартует карнавал всеобщего безумия люди начинают активного это улице устраивать вылазки на природу под на свидание 30 свидания в общем всячески мне напоминает что если чужой на этом празднике жизни то летела зима когда сидят по домам из мой телевизор тогда они все становятся почти как я рада что телевизора у меня нет из магазина вернулся всем измученным а вот стоял отнюдь не майская и даже не русская жира я мою капот и едва не заработать и полу да пока искал палатку к счастью уже в третьем магазине нашлось то что мне нужно правда это был какой-то хлам судя по цене но я надеялся что он единственный тур поход палатка все же переживет и два зайдя в квартиру я рухну на кровать не силы даже садить ополоснуться и на душе и в голове был какой-то тягостно и неприятно так любит его 5 у наших любит ее твою мать нахрен такой делать это было очень стараться слишком настоящий слишком нереально одновременно не снимусь ночи я об этом на чем паука раскрытие ворота и на которых без туда читал слов о велак интересно что находится ворота с таким названием детский лагерь есть люди по гипсом отопления в переворотами в бледном свете звезд и заметил темный слой от который сначала ошибочно принял за тень одной статуи но тени ведь так не двигаться верно а еще тени не может быть такой самодовольной улыбки не очень кажется что у него не самодовольная улыбка какая-то шипящий голос людей спросил что не спится семён и я почувствовал прав похолодела душа этот шуткий голос был почему-то очень знакомым а еще откуда вы за твоими а тебе и хитрый лагерь на завещать тень от липа от постамента на котором возвышался гипсовый гарниз и двинулся двинулась ко мне хватит секунду все мое существо наполнен животным ужасом люди сами принесли меня прочь по перед проселочной дороге тень оказал проворни быстрее бы и быстро переглядил путь я бросился в противоположен сторону однако недобрый дух злобно хохача опять меня впереди он никуда не денешься единственное опробовано направлении осталось полу раскрытая ворота камня и толкнул мастера в долбоёб я даже пытался отглядываться потому что позвоночников чую что тем преследуют меня тень у которой нет объекта спас способную и отбрасывать тень явно обладавшая сознанием тень который что-то было нужно от меня нахать ими шумы так просто стичь какой-то просьбе поле мимо одноэтажный заметник домика вызвать один открытый и не корребляясь забежал внутрь нахренто в дом влажав запрыгнул парк 7 за хокнув дверь задвинул засоб я скачал на середину комнаты заносит послушаться злоб на веселый голос не будь идиотом себя открывает тебе все равно не избежать ты нужно это место а оно нужно тебе мы тебя не отпустим пока не случится то что должно случиться независимый с грохотом отлетел внутрь дома в домика и в комнату отстрелился целый зихрь злобных охохающих теней тут же принес водить вокруг меня аз и хоровод ебать как будто тис на гибли как этому семена и прилетела вообще дверь ты не сбежишь семён ты нужен этого места я пытался закричать но из горы вырвался лишь давальный хрип а как живых заледенела пряжащего куб тени значит уже периметр своей дьявольской пряски с каждого брода со приближаясь не приближаясь ко мне ну и слава богу конечно то это непривычно еще чем прикол непривычно я проснулся в холодном поту чувство ужаса и омерзение переполняла сознание быстро смотришься я сообразил что нахожусь в своей квартире ебать интеллята там работает у меня чувство над ноута такой трень какая я бросил взгляд на часы они показывали 7 утра если не выйдусь дома течение получаса опоздаю на встречу на какую-то минуту возникла остро желаем приготовить полноценный институт чтобы намеренно опоздать на встречу и все уехали без меня поборов эти мысли я быстро мусс и собрал вещи отправился на улицу о прикольно вот это прикольно сделано что-то написано низу не понимаю утро светил мне ослепительным солнцем нарастающей широй обеденным урчанием пустого живота который не было времени напомнить я сразу не думать о ночном кошмаре но образы из моста на то и дело возникает перед глазами эти жуткие тени это были все это людей или одного человека или человек к черту лаки на автобус на столке и разжился высота еще в руке сникерсон который остался и стал моим завтраком к счастью удар на дозу сахара кофеина который содержание нас носково-поглочный батончик развеют тяжелые мысли черт знает почему но у меня даже появилось хорошее предчувствие среди с настоящей поездкой бледная робкая надежда что это поездка может изменить мою жизнь к лучшему опять мечтаешь себя мало раз ты обжигался еще не понял где твое место в этом мире лагерь своенок много искать сокурсников не пришлось они обнаружили сквере позади главного корпуса где квадрат на голову памятника основательно наша альма альма-матер тоскливо все равно едва журчавший фонтанчик посреди ареи саня я же подумал что ты не придешь что же вы не уехали без меня проборчивая на ее приветствие и все компании которые тут собралась более-менее тесно я общался только сашей и то лишь потому что мы знакомы еще со школьных времен с основное общение ограничен фразами привет пока и одолжить десятку на автобус последние никогда не говорил я но сейчас говорили мне однокрупники почему-то считали что мне эти десяток всегда куры не клюют раз предки отплачут мне арендную квартиру таки девочек о чем-то щебетавших чуть в стороне я заметил двух и вовсе не незнакомы видимо тех сама который говорил саша взял ничего не забыл спросил он так будто у меня был внятный список того что следует брать поход скоро узнаем он добродушно улыбнулся что вызвал во мне еще больше раздражения хотя очевидных по поводу сбиться на приятель у меня не было хихиха-ха нормально автобусная станция находилась в парке в паре квартал от университета поэтому туда мы пошли пешком разумеется девочки свои вещи сами нести не стали по общему решению парней хотя меня никто не спрашивал их сумки понесла мужская часть компании при этом мне почему-то досталось сашкина сумка с уже замаринованы шашлыками а сашего беру взял сумки девочек мужик вроде груз распределить поровну но получилось что я единственный кто не помогает девочкам нести их вещи это ты посмотри еще сильнее ну и ладно автобус нам достался практически свободно сидящий мест фото с лихвой но я все равно поторопился занять одинарное место чтобы а рядом с мной него никого едва старый илья зим тронус я сразу же нацепил наушники уткнулся в окно нахуй и надо авторские права на эту музыку есть так что нет спасибо не то чтобы долго но 2 часа просто пялиться в уныл передорожный пейзаж было не слишком увлекательно стабильный интернет пропал тоже довольно шустро мне осталось только слушать москву да и из-под двое по церкви на 2 9 час я чуть-чуть впереди это были те самые незнакомые девушки с второго курса они о чем-то увлеченных шептались и периодически весело хихикали я долго не мог понять что их так и сидит пока не заметил что не наблюдать за мной через большое зеркало которое водитель повесил над лобовым стеклом чтобы видеть салон барыш недавно заметил что я на них пялись благодаря зеркалу им даже не пришлось оглядываться чтобы увидеть как я сконфузился поняв что разоблачен впрочем я не перестал рассматривать девчат просто теперь дело это уже через зеркало в нем мой взгляд особенно часто встречался с одной из них стройной бледной симпатяшкой которая носила длинная крашеный фиолит цветовые волосы я просто хотел представить но у меня что-то голова не помогает она не мило улыбнулась всякий раз весело и реагирую на мое смущение сообщая об этом своей подруге а со поиски так и прошел в неловких гляделка подмитивание 10 очень хохоте да да нормально семян тебя будет девка скоро так надеюсь эта музыка закончилась до кончилась оливое а что мы приблили на место назначения сообщил опытный саша вы рядом уже не раз бывший в этих местах автобус вытянулась совершенно непримечательные захолустье где по одну сторону дороги лежал какая-то живописная деревушка сведу застрявшим 30 годах прошлого века а по другую в обе стороны тянулся бесконечный лес у него то и лежал наш путь немножко знакомая картинка я уже марина приготовилась тащить на себе в юбке через непроходимые заросли как персонаж джека лондона с трудом преодолевая лесные завалы и неожиданные овраги ну такого не было но сажали у нас неплохо неплохо протоптаны стёжки которая в итоге закончилась у живописной поляна с небольшим озером и ручейком все все братва пришли мы разгрузили спины от рюкзаков который как по команде почему-то сгрудили в одну кучу и принялись осматривать выбранную нашим право провожатым полянку 5 минут привал а потом быстро ставим палатки разжигаем костер и припятим на нем чай а то я уже порядком проголодался а к бутиброда нужен чай а шашлыки хором сказали несколько девочек и тут же было написано кратко на низкой девочке тут же дружно скатались чашек и вечером сначала разбить лагерь и освоится о айна бывалый похода саша обладал опытом с которым никто не стал спорить хотя никто его формально не назначил главным как от само получилось что начал развивать команды а мы послушно их выполнять вот они оставляя палатки девчонки проводили интервизации привезенных припасов между самая желанная миссия идти собрать дроват для костра она была потому что я мог это делать в полном одиночестве мысль доставив первую партию хвороса для кота я отправился на новый заход достаточно то что лучше заготовить дрова впрок пройдя почаще прислушивающие питание птиц я почувствовал что дурное настроение которое хватило меня с утра куда-то улетучивать но возникло ощущение что скоро здесь что-то хорошее что-то блять ее под этот рот блять и плетит ебучая ветка блять на хуйню блять рохнула блять называется зая 4 треснула сухая ветка кто-то у нас обернувшийся ведет ту самую девушку который хихикала с подругой автобусе играя со мной в пределки через зеркало привет она что за мной проследила при чем подкадываешься я плал я от неожидности и волнения вопросу ручок почти как претензия хотя затевать ссору я не хотел ничего не подкрадываюсь немного обижен сказал нам я же про себя отметил насколько свадить киуне колосок прям как у той девушки оператора которая каждый раз попадаю заказывать пиццу надо я просто еще прогуляться посмотреть что здесь вокруг я не знаю что на это ответить поэтому просто молчал как дурак а ты давай забираешь да да помогу я никак не мог собрать чем-то подвох я жила очень симпатичный симпатичная во всяком случае на мой вкус и за всю свою ни к чему жить я не мог припомнишь и бы да подобная красотка хотя бы раз по своей инициативе предыгла со садми компаний не дождавшись но ответа она продолжила продолжил диалог вернее монолог а меня насти суд эти как поскольку ответ ответ на этот вопрос был глубоко глубоко зашит подкорки сознание и не требовалось строй вообще никаких интеллектуальных усилий я автоматически выпалил семён нах ты даришь нас улыбнулась моей реакции и сказала познакомиться с ним девушка принесла собирать сухие ветки под ногами а я никто время пялился на нее пока не сообразил что она может и обидеться есть заметь это это же в посту дачника и начал собирать сушня семен как там эти шурму романтические способности бред и пару дней привык тут за парамет мы набрали по полной охапки дров и побрели назад ты есть сашего на группе учишься да ага кажется состава на свои места девушка вышла на разведку и добыла языка очередной побольше о том кто и понравился на в одной о чем-то уникаешься это про застал не восток я выдержу нас у спутниться спутница вместо того чтобы осмотреть подоги и очень зря древний пенек верят не первой десятилетия поджидаши здесь именно меня ловко сделал подсечку я рыбкой в нырнул в роскошный заразе папоротника папоротников ой пишите она выронил свою охапку да ты бросил ко мне на выручку не иская чтобы мне прям был нужна ее помощь но это явно проявлением беспокойства симпатичной девочки было для меня чем-то совершенно новым и незнакомым но очень приятным все порядке просто ткнулся я выпуске зарости где безвестно сгину моя хапка хвостом искать и там было гибкой затей тем более что насобирать нового был вопрос и пару минут пойму те кровь сильно дарился я начал щупать лицо пытаюсь отыскать ранение которым говорю кровь наружу с над правой бровью именно там где прикосновения вдруг оказались довольно болезненные идем скорее влаги надо рано продезинфицировать я стал отнекиваться и уверять что в маленькой царапе нет ничего страшного но девушка не жили не желал ничего слушать и почти стил копова окла меня в сторону полянки надо признать что направление на держалась но уверена а вот я уже начать сомневаться откуда мы пришли где наша цель по ебать на ты семен при палатка 410 палатка номер 410 добро пожаловать наш маленький советок смешно и глупого гейдера чувство направлению настя не подвело и мы скоро были уже в лагерь у зимой разбитый лоб все сразу за беспокоились но саша просто бегал взгляд на мои ранения сказал фигня и продолжу заниматься костром я направился круче уже бы смыть кровь с лица но и на станет над водой как увидел на ее поверхности силуэт там где должно быть оказаться в отражении на воде поколыхался тень та самая из кошмара посреди шутка безглазого лица отчеты приступа наглая хмылка я скачал туда словно ошпаренный и прежде чем я успешу сообразить рядом возникла настя и опять он ты что семен нельзя промывать рано в ручей инфекции занесешь поем эти обработаем я кину и когда девушка отвернулась но заглянул в ручей теперь там было мое отражение и больше ничего к моему удовольствию насть оказалась весьма заботливой раздобув у саша аптечку слава богу есть у нас компании человек достой достаточно опытный чтобы приходить аптечку поход девушка промыла мой лоб перекисью я помню перед при этом она находилась близко что я мог чувствовать запах ее волос и слышать дыхание а что внезапной близости мастер начал бешено стучать и я даже беспокоился не грохнусь ли сейчас бомбар от волнения 1 7 ты можешь все с ним могут медицинские процедуры были окончены нас это длинулась и я снова мог ощущать мир вокруг нас тебе просто прижим здесь минуты чтобы ранка стопов и затянулась ладно и спасибо всеми силам сдерживать дрожь в голосе настя оборжить долгнулась и кинула девушка удаляется чтобы вернуть аптечку владельцы я вздохнул и запас ближайшую палатку не особо присматривать чана там я там не свернул с калачиком поверх разложенного спальника и прикрыл глаза блять только не казался совет моментально меня кто-то очень милосердно тряс за плечи саня разве веке сообразил что уснул видимо в чужой палатке рядом в позе лотос сидел сашей хит на улыбался слова и весь поход проспишь я что уснул вот блин не выспался ночью не выспался день какая-то снилось пока до дырек мы уже успели искупаться в озере и приготовить шашлыки давай пойдем так тебя не хватает когда мы вышли из палатки я понял что дело шло к вечеру нашу полянку же окутали мягкие сумерки хотя высоков крона деревья еще горела огнем предлечернее солнце народ шашлыки готовы мой друг стал снимать шампуры с углей и выкладывать их на газету разложено поверх небольшого раскладного столика который привез кто-то из парней вся компания разместилась вокруг этого столика и принялась интенсивную что же сочную свинину я вдруг обнаружил что сижу рядом с настей который пытается откусывать мясо на шумпура место чтобы снять кусочки сложить их в тарелку как сделали другие девочки разумеется вся я милая мордашка очень быстро казалось перепачканным мясным соком и кетчупом которая она зачем-то осквернил это прекрасный шашлык глядя не я с трудом сдерживал улыбку увидим взгляд нас не замерла в цепи же зубами черный кусок что тут уж я не будешь расхватался простих одессе лица шашлыках признался я когда приступ приступ смеха чуть отступил явною сказал она продолжает указываться в газа а в газа смесла учит на я трупа чувства привив нежности к насти моя дурная средняя испорт испортишься всю первую первую половину дня давно улетучилась поглядывает то на свою соседку то нас иных ребят вокруг я продолжу трапезу раз шелками было покончено выяснил что время счет детская и надо бы чем-то заняться одногруппница отдать поиграем продавить желание вот чего чего такого предложения точно не ожидал после того как встречная всеобщим хохотом идея была к ноуте у к моему ужасу одобрена я все раздумался о том как бы отсюда так как бы так отсюда сбежать чтобы и пропажу не сразу заметили но прежде чем я успел раствориться в сумерках рясно будто из-под земли выскочил настя ну что пойдем играть я не нашелся с ответом и под ее пристым взглядом поплесок остальные уже севшийся вокруг костра сказать что я волновался не сказать ничего правда или желание ответа идиотской игра из америки диму стать друг друг друга в расто положение требуя пристаться в чем-то по стыдам или свежить нечто максимальная глупая в нее играет еще как играет место что не хотел раскрывать перед всеми деталей моей никчемной жизни рано как и выполнить просьбы в стиле перепрыгни голым через костер и прямо отказываться от участия в игре я почему-то тоже не решался лучше бы бутылочку собирали в обе детские игра это ну давайте еще посмотрим что получится первые два раунда казалось довольно простыми и даже немного успокоился где-то провел прошлые выходные попрыгали налево на гильдии минуты первым правды или и желание были совершенно безобидными но вот очередь но перешла к саша а я по жребию вновь был его жертвой выбор вариант желания я уж приготовиться к экспедиции из-за мухоморами или приседания но моего друга был другой план я чувствую какой-то пиздесят по давай 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 видом глядь на меня он произнес цене ты надо подойти к насти и крепко и обнять все и все да я думал я думал с каждом подойти к насти пол и сделаю и засосну бред ну вот тут это уже как это крайне уже сложно боль потому что не знакома всего лишь полдня все припроса подойти и обнять она не будет против и сеча зеленый то боится вот тут ну куда-то вниз причем так резко и далеко что у меня даже качнул я вытречу на своего друга она и удовольняем лица есть и естественно читать вот ты и попался вот живу я повернул голову ему взгляд уперся в настю который сидел напротив и загадочно улыбалась почему-то возникает подозрение что для нее желание сашки не было сюрпризом чувствуя что полза затянулась и ощущая на себе взгляды всей компании я поднялся и на дрожащей ногах отправился к насти девушка тоже поняла скис готовность ожидал мои действий девчонки в кокоса хихик и перешептывались парнем громко меня подбадривали и от этих смешков неуместных советов я счастлива совершенно под совершенным посмесящем в момент смерти перед глазами про нас пора на вся жизнь я не умирал ну перед нами глазами тоже школы что пронеслось здесь сегодняшний день начиная с неловкой игры в гляделке которую нас устроилась со мной в автобусе и заканчивая испачканным шашлык шашлыках личиком полчаса назад я почувствую как меня взяли за руку это была настя перелиться игра улыбка а в глазах прыгали отблески костра в облике девушки не было ничего что можно было бы счесть за неприязнь или отращение кажется совсем не против если действительно к нему вот саня хитряем морда а я за авто с никого нет пишите на движение принул к настя тут же почувствовать теплое тело и аромат духов и даже сквозь бешеный стук собственно сердце естественно ощутил капец на сердечко меня снова накрыла волна нежности разрывать объятий совсем не хотел все твои были на бьема сука на хрен такую музыку делать ты чуть не оглох мне другие наушники просто а то в этих наушники невозможно сидеть спокойно потому что то убит музыка это просто и прибавил немножко опять кажется чувство гармошка раскалывается а можно очень это у меня был ну ладно вообще плохой там не до сын блин когда я все же отпустил настю оказалось что на полянке царилась грабовая тишина кажется мокрый даже птицы птицы ряда хочу не странно таки замокли ну ты первый раз такое видит и ничего не просто увидя как это обнимается с девушкой и только витки костря не громко потрескали все смотри на меня и настю я смотрю на нее теперь кетчуп на лице здесь же смех сказал я что где я же мылась тут компания снова начал весь весело гомонить их и гигать и пока я помогал насти избавиться от остатков ужина и на ящике после счет трех и четырех раунд и игра нам нам скучало кроме облегчение обошлось без эпатажа и наши ценности обнимашки казалось в итоге самым ярким моментом вчера вечера когда ты наконец забрали разберись по палаткам я тоже посоветую к примеру вкусно но прошло еще не меньше часа прежде прежде чем удалось заснуть изговорить все никак не решал образ насти там не ухохочущий то удивлено поедаешь шашлык то забаном и тирающий соус на щеке а давай пожаловать совенок рядовой семён проснулся от того что что на меня кто-то снова для запрещен что за мерзкая привычка у сашки будет идти таким образом нельзя голос разбудить саша ты стал девушкой я не хотя подрал глаза чистошешь на решение выспался но сомневить окружающую обстановку сон будто рукой с него я находился в той самой комнате из вчерашнего кошмара все здесь было именно так как не запомнилось прежде что сейчас был ясный день вместо ночи да и вместо жутких теней скачущего круга в оголчевом хороводе компанию не составил симпатичной девушкой немногим старше меня я подскочил скрыт на кровати кровать я сложился не в кровать а спальники а сейчас вообще сплюли боссовую тем наконец-то проснулся вставай на меня не опоздаешь я протянул ладонями глаза потом не стянущий по себя нет я определенно не спал этого нет ты не способен понять этого сне ты не способен понять реальный мир вокруг но когда ты боссуешь реально состоится вполне ясно я не спал я просто где я черт возьми нахожусь продолжать дико сдирации окончательно убедился что оказался совсем не там где ложился спать а вы кто и те я нахожусь мой голос продолжил почти как шепот как в том дурацком кошмаре семён с тобой все хорошо какой-то бледный как я сюда попал к тесте мои это шутка какая-то сказал я уже нормальным голосом которых однако что-то слышать испугая серийность семён ты пенни лагерь совёнок институт забыл там не зовут ольга дмитта это вожатая пенни лагерь вожатая пригощаем ли дурака ну то решу что ты вчера где-то напился она принялась точно от ищейка эти запаха глагол я не чувствую по всему было похоже что это какой-то розыгрыш пранк который затея у него мол и саша мало ему было за вытащить меня в поход и потом составить обниматься снасти он решающий разыграть мне как в тех уных ты вышел по раскрытую камеру не захотел чтобы вот прямо сейчас вдруг сбежал комнаты и нахача признался что шутка удалось тренок и смог бы на него как наорать я остался над день но к сожалению в нее так никто и не вошел представил слога битва явно теряла терпение признав приняв поступки где вчера был скотина она вновь поинтересовалась вот это понише нести за скрывать или тебя вместе с ней на плочности словно очнувшийся просто взгляд на свой наряд вернее на его почти полное отсутствие кроме нижнего беря легкой простынина и мне ничего не было а где моя одежда да вот жена что с тобой такое семён вчера же ты был вчера же ты нормально был это что перенеская форма к связь на лежащий рядом с кроватью одежду спросил я и тут же заметил что на ольга дмитриевна точно такая же форма разве что женская конечно форма ведь уже это уже обсудили здесь бабушкин домик в деревне а пенни лаги пенни скилоги пенни разносить форма они что захочется что когда мы с ней что-либо обсуждали такие вообще к черту бедера и окончательно стерялся лида либо это барышей талантливая актриса либо она говорит вполне серьезно совсем не шутит где саша не успел давали как у меня потемнело в глазах мышцы тратить силу и я рухну обратно на кровать чем в порядке удивительно но сознание я не потерял все нормально сейчас минут полежу и все пройдет скатан я был уверен от слова совсем не припомню что смысл чью случались такие припадки но мне отчаянно хотел что эта девица куда-нибудь ушла и оставлю меня одного плана не леник может не приходить но чтобы завтраку был обязатель а то накажу я слышу как она за школа прочь после чего скрипну воды и в комнате воцарилась тишина алину я некоторое время я продолжал держать закрытыми глазами постепенно приходя в себя в горы и смысле никакой внятной теории моего попадания сюда выстроить не удалось у меня было много фрагментов головоломки но я совершенно не представлял как сложить их вместе что это за место почему мне уже снилось как я сюда попал причем здесь вот этот цирк с пионерами а еще не почему доказали очень знакомым лицу ольга дмитрия мы точно где-то с ней уже пересекаются вот только я никак не мог вспомнить где открыл глаза и попытался стать с кровати получилось не с первого раза хотя домик оказался неплохим убежищем умом я понимал что нужно отсюда выбраться и выяснить где же я все-таки оказался поскольку никакой другой одежды кроме предложенного дмитрия нет их ольга дмитриевна и пионерской формы в пределах обзора не наблюдалось пришлось облачиться в нелепые шортики рубашку я секунд 10 поставил порога в нерешительности но потом тоской воздохнув все же толкнут и и шагнул на встречу неизвестности я вот не знаю какие у нас есть сетей рук ты вот именно 2 можно сейчас узнаем там и мышка такая скрипучая . блин мышка блин ой суббота и счастье и и пуча я . так провод где первый день 2 круто почти нет то есть романтические линии нас с каким-то персонажем но все знаете кого я выберу выберу на однако парностный сюжет мода будет делаться далеко не на романтику окей я думаю на этом можно приостановиться а продолжить уже на следующем то сказать не потому что я сегодня и завтра стриме не буду а послезавтра возможно буду а просто буду сегодня зал принять видосы поэтому модификации как раз нам хватит на это а потом ждите стрима она всем спасибо всем пока это был бесконечный рядом вот под названием счастье сейчас при картом я я забыл я забыл более сидит молодец освободили счастье придем потом идем по ттт вот именно я по ттт все спасибо всем пока